всех приветствую сборка 5806 новый игровой системный блок построен в корпусе формула vln 7713 по мне так один из самых лучших корпусов на рынке я их заказал где-то штук 11 и опять они пропали дай бог чтобы опять не на полтора года так последний раз довольно таки давно их привозил бренд формула это у нас бренд сетилинка и вот самые вкусные корпуса есть появится тут же пропадут потому что все секут фишку и такой огромный корпус таким охлаждением купить том же донесе да еще в 4000 рублей вообще нереально тут только бренд формула рубит ровный ценник такой интерес получился 66 тысяч 600 рублей и все что нужно для современного компьютера здесь есть большой корпус на закаленном стекле корпус имеет прозрачное стекло сбоку с тонированная рамка и тонированное стекло спереди получается такой контраст в этот корпус спокойно помещается система водяного охлаждения корпус большой стекло здесь толстая прикрыто причем стекло металлом то есть скола будут исключены если что-то сверху прилетит в этом плане корпус зачетный габаритный широкий легко прокладывать провода и даже есть посадочные места под видеокарту вертикальном расположении то есть даже здесь есть такие специальные отверстия чтобы прикрепить рейзер ну мало ли кто хочет красоту мы пару таких компьютеров продавали с вертикальным расположением видеокарта ну было прикольно подсветка вентиляторов а изначально идет три вентилятора они все стояли спереди мы один вентилятор выносим на заднюю панель подсветка здесь регулируется собственным контроллером и можно эту подсветку отключить ну смотрится очень зачетно поставили вентилятор на процессоре тоже с rgb подсветкой аэрокул короб плюс тем более что для нашего процессора он можно сказать избыточный хоть это я и 5 12 400 f 6 1 12 потока в новый сокет 1700 и поколение alderlake но в отличие от 11 серии процессоры крайне адекватные то ли из-за того что большая площадка охлаждения и процессоры не перегреваются то ли за то что все-таки переработали и реально power limit здесь примерно 70 ватт для подобных плат но процессоры абсолютно не греются и радует своей вот этой адекватностью когда не надо какие-то прилагать усилия к охлаждению кулер у нас на 140 миллиметров дует на материнскую плату и помимо процессора охлаждает еще и цепь питания процессор оперативку если будет верхнем разъеме утром 2 ssd накопитель еще и достанется накопителя но накопитель нас находится в нижнем разъеме дигма ран из 9 на 512 гигабайт и стоимость 2300 рублей вот нынешние стоимости накопителей два модуля по 16 память стоит 2 800 сумме 5600 родная частота памяти 3200 мегагерц и b660 чипсет умеет еще и гнать частоту сейчас у нас два по 16 сумме 32 работает двухканаля вряд ли здесь когда-либо потребуется памяти больше но если надо будет два по 32 всегда можно будет поставить процессор имеет базу частоту 2 и 5 ягерц turbo boost и гонится до 4 4 производительность примерно такая как у кора и 9 предыдущего поколения поэтому нет смысла в эти бюджета собирать какой-нибудь ай 7 10 700 причем здесь 700 требует не дешевую материнскую плату а по факту выйдет еще и слабее чем наш ай 5 12 400 приставка и говорит о том что встроенной графики у нас нет в игры играет в основном видеокарта как сказали представители по моему nvidia карты дорогие за того что это такая своеобразная консоль в комплекте с системником rtx 3060 на 12 гигабайт gddr6 карточка 192 бита и скажем так для игр даже в 2к разрешение вполне достаточно для 4к наверное будет не хватать но опять же преимущество 3 серии rtx в технологии dls с 2 ревизии которая позволяет повысить кадры в секунды технологии работают на рт-ядрах на системе искусственный интеллект когда низкое разрешение преобразуется высокое разрешение додумывается картинка и в той же игре как киберпанк просто наличие этой технологии придает прирост 300 процентов так что современные видеокарты не только производительностью отличается еще и ревизия вот это вот технологии dls с в этом плане rtx 2060 супер выходит мощнее по тестам но слабее за то что ревизия этой технологии разная в общем 360 на 12 гигабайт фирма полит версия dual карточка холодная что еще желать современном компьютере ну и ценник демократичный 29500 блок питания deep cool на 650 20 сертификата 8 из плюс стандарт компьютер у нас бесшумный производительный и как мне кажется в это в эти деньги очень даже адекватный